Участниками чата исчезла картинка, вот появилась. И у вас такая история интересная, я думаю, что даже уникальная. Я просмотрела два ролика, где вы с Вячеславом общаетесь. Мне очень понравилось, и мне стало интересно с вами пообщаться. Как вы всё-таки пришли к вере, это раз, а второе, в православие именно. То есть что вот это переломным моментом стало для вас, что вы поняли, что истина вера в православие. Ну и вот расскажите немного о себе. Родился я в семье, где про Бога ничего практически не говорили, только на Пасху Христос воскрес, воистину воскрес. Больше я ничего не знал. Библию у меня родители не читали, Евангелие, естественно, ничего мне это не рассказывали. Библию я не знал. Подарили мне Евангелие, ну, где-то лет, я не помню, лет 18 или 17, когда учились в училище, на практике были. И нам там подарили Новый Завет. Я его попробовал. Из какого города? Тольятти. Вы из Тольятти. И сколько вам лет? 40. Мне тоже 40. Ну вот, значит, с 80-го года. 18 лет подарили Евангелие. А, или 41, 79-го года. 41, наверное, уже. Да я просто их не отмечаю, поэтому я могу чуть-чуть забыть. Я дни рождения не отмечаю. Вот. И вот тогда я попробовал его прочитать. Там же с родословие начинается. Мне это как-то неинтересно стало. И я положил его на полку. Новый Завет. Вот. Но в скорости примерно через, я не знаю, может быть. Прямо вот буквально скоро после этого момента у меня тетя уверовала, родная тетя моя, это папина сестра, она проверила Библии, читала ее, но она попала в общем к баптистам, и поэтому оттуда она знала и читала Библию. Вот. И она и мне тоже рассказывала, что Христос нас любит, так жизнь за нас отдал, умер на кресте, кровь пролил. В общем, спас нас на Голгофе своей жертвой. Но я это все слушал, но не принимал. Вот. Ну, выслушать выслушал, но потом сделал как бы для себя такой вывод, что у тебя крыша скорее всего поехала, вот поэтому мне это не нужно. Вот. И даже, по-моему, у меня был такой случай, что я в гости, когда к ней пришел, и было даже, что она мне в очередной раз предложила Библию, а я просто ее вот на стол взял и кинул, говорю, мне не надо, я не хочу. Ну, у тебя крыша поехала, говорю. Вот. Но и она после этого перестала мне вообще что-либо говорить с Библией, там, больше перестала, в общем, это рассказывать. Я просто приходил в гости, смотрел за ее поведением, скажем так, я заметил, что до того, как она стала баптисткой, она была очень, очень нервная, психованная, могла завестись с полоборота, там, накричать, там, еще, короче, вот так вот. Она с мамой своей жила, ну, это моя бабушка, получается, я ее племянник, вот, тетя. И, ну, я заметил, что она после того, как она стала к баптистам ходить и читать Библию, она стала спокойной очень, то есть прям вообще разница была поразительная, вот это я заметил. Она уже не психовала, так спокойно себя вела, сядет, вяжет спокойно там, вот. А вот они молятся, они только там молятся, вот, баптисты, в собраниях, а дома молятся, утренние, вечерние там правила? Нет, у них правила нету, там, по желанию, хочешь, молись в любое время, вот, когда захочешь, когда вот есть желание, тогда можешь и молиться, и Библию читать, там нет такого, что прям по правилам, как в православной церкви, там, с утра, вечером обязательно, нет такого, вот. Там пожелания, вот. Ну, вот так вот, в общем. Но она же что-то посеяла, пока я слушал, вот, какое-то время же я слушал, и слова-то уже не выкинешь, всеми посеяны. Вот. Я уже знал, что, значит, Христос прощает любой грех. Для меня это непонятно было, как это так. Еще тогда была, по-моему, Первая Чеченская война. Вот. Я еще думал, я такие вопросы задавал. Ты что хочешь сказать, если Дудаев покается, Бог ему простит все убийства, что ли? Она говорит, да. Для меня это в голове, в сердце не укладывалось, естественно, и поэтому я не мог это принять. Но, да, кстати, грешником я себя не считал. Я думал, что я, я вообще-то не грешник, я же никого не убил, там. Не убил. Вот. Не воруешь, не убиваешь. Ну, нет, и потом я-то все равно домой-то приходил, и вот эти, как бы, слова рано или поздно все равно у меня, я комнату тогда тоже снимал, один жил, еще не женатый был. И вот, ну, я любил, так сказать, и пьянство у меня было, ну, по выходным в основном, так-то работаешь в среднем. И выпить любил, и погулять любил с друзьями, с ней ручной. И по ночным клубам ходил. Вот такое было. Но это по выходным в основном. И вот, когда выходной приходишь, после этих гулянок, после этих дискотек, и потом так вот лежишь и размышляешь, ну, просто один вот дома, находишься на кровати или там, и думаешь. И вспоминаешь вот эти слова, которые тебе, мне вернее, говорила тетя. И потом анализируешь и думаешь, ну, вообще-то я не такой уж и святой, если так разобраться. По идее, а грех-то должен, ну, действительно, грех-то наказание, только достойное поощрение. Я думаю, ну да, если они убийцы, они достойны там за убийство, наказание. Но я ж никого не убил. А потом вспоминаю свои грехи. Бог мне как бы показывает. Ну, вот ты ж вспомни, ты вот здесь своровал, ты здесь вот. Ну, в общем, всякие нехорошие поступки. Совесть, да, обличала совесть. Да, совесть обличала наедине. Один на один просто я дома находился и вот так вот размышлял. И как-то вот у меня открылось тогда, что вообще-то я тоже грешник, получается, тогда я тоже достоин наказания. Но у вас никаких жизней не происходило неприятностей или вот что-то обычно, когда там кто-то умрет или там близкий, и вот люди к вере тянутся. У вас было все ровно, да? Ну, никак не ровно. Я хотел жениться и никак не мог в брак вступить. Вот. Вот это я помню. Вот. Делал предложение неверующим. Ну, тогда я еще верующим-то не был, поэтому делал предложение неверующим. Они мне отказывали. Ну, вот и... Ну, правда, и я тоже это отказал один раз. Тоже. То есть... Ну, не я сам хотел. Ну... То есть не получалось, и вы начали себе разбираться, почему так, да? Да, я думаю, вот почему так получается в жизни. Хочу в брак вступить, не могу. Не получается. Никто не желает со мной вступать в брак. Кто хотел вступить в брак, я сам ей отказал. Ну, потому что... Вот. Она младше меня была намного. А мне не хотелось... Да. Как сказать. Ну, молодые, не... Ничего. Ветер в голове. Поэтому я ей отказал. Вот. Тоже считаю. Ну, я же отказал тоже. А почему мне должны тогда... Как сказать. Кто-то согласится. Ну, как бы вот так вот размышлял просто. В общем, вот такое вот. Ну, и... Потом уже прошло время, года два, наверное. Уже тетя мне ничего не говорила. Ничего про Бога. Вот просто я приходил в гости, но она про Бога мне ничего больше не говорила. Ни Евангелие, ни что в Библии написано. Ничего вообще. Вот. Но у меня внутри, после всех этих пьянок, гулянок, да, у меня появилось желание. То есть мне... Бог мне как бы показал, что... Что не в этом-то жизнь. Ни в пьянках, ни в гулянках. Да и я стал уже понимать, как бы, что... Вообще-то я же за это деньги плачу. Какое тут это? Это же не настоящая жизнь получается. Это все фальши, обман. Пресыщение, да, наступило? Да, можно сказать, я уже... И отвращение. И набился, и нагулялся, и... Что просто уже... Даже у меня было такое, что я платил, и у меня друг был неверующий. Я за него платил, лишь бы он со мной пошел на дискотеку. Потому что одному неинтересно было. И даже до такого доходило. И потом все это, я понял, что все это обман. Все это иллюзия какая-то хорошей жизни. И понимаю, что там такие же обманщицы на этих дискотеках, лишь бы просто, ну, как сказать, за чужой счет отдохнуть. Ну, и такие тоже там случаи бывали. Лишь бы просто... А тут она молилась? Ну, скорее всего, да. Она не говорила. Баптисты же молятся за неверующих. Чтоб покаялся, обратился к Богу. Но они-то думают, что... Они искренне думают, что баптисты — это церковь, которую Бог создал. Но они понятия о церкви-то не имеют, кто эти люди. Они не могут назвать никого с первого века. Если Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Но если Он ее создал, и я во все дни с вами до скончания века, да? Я с вами во все дни до скончания века. Но если Он с вами, значит, это реальные были люди в первом веке, во втором веке, с которыми Он был. Вот именно с той церковью, которую Христос создал. Если они были, то они, по идее, должны знать их имена. Имена, их книги, их труды, что они проповедовали, о чем говорили, кому объясняли. Они ничего этого не знают. Они знают, могут, там, с 17 века. Получилось, 18 лет Вы Библию получили, не стали ее читать, и через два года Вам 20 лет наступает и… Да, где-то даже нет, наверное. Или в 20, что ли, мне Новый Завет. Потому что я в 20… Почти 22, по-моему, мне было. Нет, 21. Ну, скоро 22. Мне должно было стукнуть уже и исполниться. И я уже сам, получается, пошел к тете с тем, чтобы узнать, я хочу… В общем, мне не надо было уже заставлять или, там, просить, там, что-то упоминал, библию читать. У меня у самого появилось это желание. Я пришел к тете, я говорю, пойти к Богу, послушать, что Господь говорит в Библии. Хотел узнать, где вы собираетесь. Вот. Тогда они в Доме культуры собирались. Дом культуры, океан там, где Кипешкин… Ну, там, в общем, у нас сцена там есть, там вот они собирались. Вот. И вот так вот я стал и Библию читать. И стал поначалу на все их малые группы ходить. Они в среде недели тоже там собирались. Были молодежные группы, просто группы по изучению Библии. Я чуть ли не каждый день там, получается, себе расписали. Жажда слова, да, была? Да. Я приходил, читал и вопросы задавал тоже. Вообще, очень интересно было. Первый раз, когда читаешь Библию, очень интересно было. Вот. Про Давида я еще удивлялся. Вот это человек, а потом бах, когда он там сверсали и согрешил, бурю убил, думаю, ну вот. Видно было. Вроде так все хорошо начиналось. Ну, вот. В общем, очень интересно. Вот Ветхий Завет мне прям интересно. потому что я начал с Нового Завета. Я сначала Новый Завет прочитал. Все так начинают, да. В основном. Да. И мне сказали, тогда был Лавриненко Николай Петрович, он сказал, вот если ты прочитаешь Новый Завет, я тебе Библию подарю. Ну, и я так прям, а я попросил маленькую, чтобы мне маленькая она была с собой носить. Он говорит, хорошо, я тебе найду специально для тебя маленькую. Вот. Ну, и действительно, он слово свое сдержал, я тогда прочитал. Я не помню, за сколько, или за полгода, может, прочитал, где-то так, может, за три месяца, я даже не помню, точно, насколько. Завет я прочитал, и он действительно подарил мне Библию. пели, пели, там, песни пели. Да, у них есть гимны, песенник есть у них там, вот. Ну, да, вот так вот. И получается, что вы со своей женой познакомились, когда были там, да? Ну, в общем не помню. с женой, нет, с женой я познакомился только в 30, я в 34 год, не, ну, я познакомился-то пораньше, я же женился, в брак, вступил 34, по-моему, года мне было. Вот, то есть это... Ну, вопрос у вас этот отпал уже, да, как, вы уже не занимались поисками супруги? как отпал? Нет, не отпал, я искал, я... То есть, вы все это время молились, и просили? Ну, конечно, нет, поначалу, вот тоже моя ошибка, я не молился, я искал, но не просил. Да, вот так вот, то есть, на свои, как бы, силы надеялся, на свои. Не, ну, иногда так вот, то попрошу, то не попрошу, так не было постоянства молитв. Ревности. Да, и мне один брат, ну, как сказать, по плоти, я его могу братом назвать, мы же все от Адама произошли. Вот, я имею в виду Баптист. Ну, кстати, он тоже потом из Баптистов вышел, и я не знаю даже, куда сейчас, где он находится, не могу сказать. Вот, его отлучили, в общем. И он мне тогда сказал, что Серег, это, когда я ему сказал, что хочу в брак вступить, и вот никак не получается, он сказал, Сергей, каждый день об этом говори Богу. с этого начни, каждый день, вот как только ты понимаешь, нужда приспичилась, все равно говори Богу об этом. Вот, и я его выслушал, но опять же, я, ну, знаете, помолился, может быть, ну, на неделю, может, хватило, и потом я перестал. что-то не получается, не дает, значит, да, все. Ну, да, и как бы, ну, и ладно, но потом все равно. Короче, ну, вот это представьте, с 22 лет и до 34, нет, я там делал, уже получается, я понимал, что неверующим, там же как написано, Коринфянам, что может вступить в брак только в Господе, чтобы, в общем, в Господе. я уже, то есть, да, то есть, я уже понимал, что, скажем так, круг потенциальных жен сужается. Это уже не такой большой выбор, как я думал раньше. То есть, или только на Баптистов? Нет, нет, как я мог на православных посмотреть, если мне изначально уже сразу сказали, что иконы, это, смотри, исход 20 глава, ну, я думаю, музей, как все, с идолопоклонниками какой-то. Нет, если даже там кто-то выходит, ну, там даже, по-моему, таких случаев даже, я не знаю, чтобы кто-то на православных женился. Вот, там, как у мусульман. Там членов, наверное, ну, сколько, где-то постоянно ходят по воскресеньям, ну, человек 150, да, а по документам, а по документам, которые, они считают всех, которые крещение приняли. Даже если он отошел, даже если он умер, у них в списках все равно это считается. Там по спискам было, ну, на момент, когда я уходил, по-моему, около, точно не могу сказать, могу ошибиться. Ну, примерно. Что-то по 340 было. 340. Но их не было. Бога все живы, да, поэтому, что их тоже считают. Реально, которые ходили по воскресеньям, это человек 150, 180. Все. И, ну, вот, в общем, нет, я сделал вот, по началу еще, вот, когда, года 22 было, одной баптистке предложение, она на тот момент была баптистка, я сделал ей предложение, она мне отказала, я по этому поводу очень переживал, и потом в скорости она выходит замуж за другого, ну, за баптиста, да, и я прям вообще, мне так это было неприятно, но, в общем, я долго после этого, лет 7, наверное, вообще никому не делал предложение, просто, я думал, ну, может быть, может быть, там, я не знаю, может, всякое же может быть, может быть, он умрет, вот такие вот мысли, да, может быть, еще что-то, но оказалось, вы знаете, слава Богу, что меня Господь не допустил. Еще, неизвестно, кому повезло, да, если вам оказалось, женщин. Прошло какое-то время, я не помню, сколько точно, в общем, у них, он стал от нее гулять, в общем, чужая семья-то потемки, можно сказать, в общем, такое стало, что он стал гулять, от нее, вот, все это стало известно, это стало известно, аптистам, вот, его отлучили за это, и все думали, что вот она такая белая, мягкая и пушистая, его жена, да, но прошло года три, и открылась, какая она на самом деле тоже, но хотя еще и до этого, у него брат родной тоже туда ходит, и жена у него тоже, в аптиске, старший брат, и они как бы, ну, дружат, общаются, да, и вот это, его жена приходила к ним в гости часто, и жена старшего брата сказала ей, она просто их вот уже замучила, приходит и плачет, какой он плохой, а она какая хорошая, им надоело уже это слушать все, каждый раз, и она сказала ей прямо в лицо, ты виновата, что он от тебя ушел, он ушел не просто так, а потому что, ну, скажем так, знаете, как женщина, они тоже имеют такую возможность, как сказать, запилил, нет, не запилил, на психику давить, или скажем, ну, женщина понимает, что у мужчины есть желание, да, и она может этим спекулировать, ну, конечно, может, вот, и поэтому у нее это хорошо удавалось, и с помощью этого она с собственными же руками, скажем так, развалила свою семью, как писание говорит, жестоко, просто это жестокосердие, вот это, ну, да, вот так вот, в общем, там, ну, в общем, открылось, что все, кто-то, кто защищал ее сначала, обвиняли, что вот какой он нехороший, там, с другой живет, он прямо уже с другой стал жить, женщина, вот, и, но, не хочу вот имена называть, ну, это не важно, да, ну, факт, что Господь вас уберег от этой женщины, а вы поняли это только через несколько лет, да, и, кстати, потом открылось, через три года, она сама плюнула на все, ушла из баптистов, хотя они оба пели в хоре, это, ну, как, там у них, амвон-то, это не называется амвон, ну, как сцена, на сцене, в общем, и она пела, и он пел, в общем, хорист, и он на гитаре играл, в общем, очень даже хорошо играл, и для многих это был шок, что они просто вот так вот все развалилось, и он, и женщина и живет, и она официально с ним же развелась, и вступила в брак с другим, хотя писание говорит по... Запрещено, да? Женящийся на разведенной, прелюбодействует, да, в общем, потом сказали, что, ну, я не знаю, опять же, правда это или не правда, пастор сказал перед всеми, что она не хочет, чтобы ей звонили, говорит, что я все знаю, не надо мне звонить, короче, вот так вот. Ну, понятно. Сергей, а вот вы туда ходили, все-таки, что для вас это было? Вы изменили компанию, да, получается, что были в одной компании там гуляк, и стали в другую компанию ходить, более благочестивую, и так далее. Вот это вот уверование у вас, когда произошло? Когда вы назвали Иисуса Господом? Ну, вот как у меня появилось, вот внутри это желание самого, чтобы пойти уже, я хочу знать, что Господь хочет мне сказать. Вот тогда, я считаю, когда вот я на комнату еще один там снимал, когда в третьем квартале, вот тогда, тогда это мое было обращение. что я не хотел, то есть резко так было, я не хотел, мне это не нужно было, и вдруг стало нужно. Хочу это знать, хочу пойти за Господом, покаялся там у них, но это уже покаялся, так сказать, чтобы перед Богом, на показ у них, скажем так, у баптистов. Но все-таки, вот зачем, если я уже каялся, надо опять выходить, зачем ты каялся, вот это вот, для меня это непонятно было. Вот это вот Божье повеление, да, общение с верующими, вы исполняли, или просто вот ходили, а потом уже по привычке, или вот все-таки как вот это было? Понимаете, я даже и не знал поначалу, что там, не оставляйте собрание вашего, да, вы про это хотели сказать? Ну да, и это тоже. Я поначалу-то не знал этого стиха, а хотел туда ходить. Вы просто ходили, вам было приятно там, да? Да. Или вот как? Да. Мне интересно было Слово Божие. Слово Божие. То есть даже вот, если бы людей не было, ну там, было бы несколько человек, вы бы все равно ходили, чтобы слышать Слово, да, то есть именно Слово вас тянуло туда. Да. Именно вот разбор Слово, не песнопение даже, хотя некоторые были там хорошие, там они любят, скажем так, дифирамбы загибать. Ну да. Но больше мне Слово Божие нравилось, когда разбирается, и особенно, когда что-то новое вот открывается, или кто-то проповедует. Очень интересно, я говорю, вот первый раз, когда читал Библию, очень интересно было. Второй раз, когда уже читаешь, уже ты же понимаешь, о чем там. Немножко. Наш конец. Как второй раз фильм смотришь, допустим, ты же уже видел, но какой смысл смотришь. И вот 34 года вам, да, и вы встречаете свою половинку. Ну да. Вы ее встречаете, или вы просто делаете шаг, или как это тоже произошло? Ну я еще до этого, пятерым, наверное, или шестерым, потом все-таки сделал предложение, они мне тоже поотказывали, я имею в виду баптистам, баптисткам. Вот, они мне тоже поотказывали, и вот это вот, Оля, когда я сделал предложение, вот, она сначала тоже отказала, но потом согласилась. Да как говорят, десяти, да, сделают предложение, девять откажут, а десятая всегда соглашается. Мне уже, понимаете, мне уже 34 года, я думаю, куда еще резину тянуть? И как, ну, я опять же выбирал-то, я не библейским принципом, не по-библейски я выбирал, не как Господь хочет, я смотрел на внешность, а Господь нигде не говорит на внешность смотреть, но мужская, человеческая плоть, она, особенно еще, когда вот неверующие люди, мы же, когда неверующим были, мы как думали? Ну, чтобы красивая была, то есть на внешность смотрели, не на внутреннее состояние человека, а на внешность. Ну, и так же и здесь, ну, да, хотелось бы, чтобы красивая была, там 90-60-90, там, что-то, я, кстати, даже так молился, Богу говорю, прям, поэтому и не думал Господь. Параметры, говорю, ну, а что, написано же, открывайте свои желания, и перед Богом. Ну, я ее открывал, но, по моим желаниям, получается, Господь не ответил, и я стал замечать, время-то проходит, ну, и как бы, и Бог, и Господь больше открывает Писание. Я уже смотрю, как бы, и на себя со стороны смотрю, но я же не человек, не парень с обложки, скажем так, с глянцевой журналом. То есть критически начали подходить к себе, да? Да, я стал так размышлять, ну, я же тоже не, как сказать, не принц, да, понятно. Вот, и, и, и потом еще, она же, я же на вдове женился, ну, а я не хотел на вдове жениться, еще тем более с двумя детьми, то есть, поначалу-то у меня не было таких, вообще, желаний. Я хотел молодую, зачем мне вдова, да еще с детьми, допустим. А потом я стал, и тоже места Писания попадались мне, что Господь говорит, ну, не то, что попадались, я их уже знал, но не хотел это в своей жизни применять. Написано, что я Господь, ну, много раз написано, Господь сирот и вдов. Такое, помните место? Да, сирот и вдов. Да, и причем много раз, что написано, что Господь заботится о сиротах и о вдовах. Тогда я стал, как бы, на себя так вот примерять это и думать, а почему тогда, если Господь о них заботится, если Он их любит, не оставляет, да, то почему у меня такое отношение к ним, как будто это люди второго сорта. То есть, Господь так смирял вас, да? Ну да, я вот стал размышлять, ну да, значит, я думаю, ну, значит, во мне причина, значит, это, Господь такой плохой. И потом стал еще глубже, как бы, мне Господь открывает, но не, что Господь создал каждого человека прекрасным, а мы это не понимаем, люди. Мы начинаем своим человеческим, греховным взглядом, своими очами греховным, начинаем выбирать, как косточка. Выбирать, да, а Бог, Бог создает человека, для него каждый человек прекрасен. Нам кажется, ой, да это некрасивый, ой, этот инвалид, там, допустим, без руки, или там, слепой, или глухой, а для Бога человек ценный, а мы это не понимаем, многие. И я так же не понимал. Еще и справляем, тоже. Да. Пытаемся как-то подкорректировать Бога. Приукрасить. Да, и вот я так и думаю. кстати, вот, она тоже, если по внешности смотреть, да, она не, вот Оля, которая сделала предложение, чтобы она была в моей жизни, она тоже не девушка с обложки. то есть, это вообще, как сказать. Это вот ваша жена, на которой сейчас. Да, мы сейчас не в браке, она меня выгнала, ну, может быть, в браке официально, но вместе мы живем, она меня выгнала. Вот. Я-то хочу с ней жить, но она не желает. Я же не могу ее застрелить. Она осталась в баптизме, да? Да, она осталась баптисткой. Вот. Ну, получается, вы, это уже 12 лет, да, были в баптизме, потом женились. Ну, да, еще продолжал, еще, получается, сколько? Пять. Еще пять лет, наверное, да. И у вас разлад пошел, когда вы поняли, что баптизм это, это не что-то неистинное? Как вот это вот? Нет, да в браке ругаются, покажите мне хоть одну семью, которая вообще не ругается, я не знаю таких. Нет, нет, понятно. Может, есть такие, но мне не попадались. Ну, самое интересное, как вы из баптизма в православие попали? Мне попался ролик с Игнатием Тихоновичем по скайпу, там звонят из Америки. Специально не искал, естественно, мне это не нужно было. Случай, говорит, это имя Господа, да, нашего? Одно из имен. Нет, что-то я такое местописание не знаю. Нет, это не местописание, что одно из имен Бога, это случай, ну, что случайно что-то произошло, на самом деле ничего случайного нет. А, ну, это да, случайного ничего нет. И вот, в общем, попалось это видео по скайпу, значит, ролик называется Дмитрий Телков, США, Баптист о Церкви Христа и Священстве Христовом. за 7 марта 2016 года. Я вот даже его запомнил. Почему? Потому что я делился этим роликом поначалу, потому что больше другого я не знал. А это в каком году было? Ну, это вот, буквально года два назад, что ли. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Вот. А я в православии-то получается сколько уже? В 19-м году крещение в июле, по-моему, принял. А где вы приняли крещение? Ну, рядом тут в Стольятти. Нашел священник в селе, который согласился с полным погружением меня крестить. Прямо в Волге у нас там река Волга рядом там с этим. село. И вот он меня там крестил. То есть вы этот ролик посмотрели и что-то у вас там щелкнуло? Ну, да, я понял, что тоже крещение считается только с полным погружением. А у нас было, я не помню, лет 10, наверное, мне было бабушкой у нас была. Она уже сейчас умерла. Она, значит, ну, это я так понял, по ее инициативе, она захотела и договорилась, в общем, я, мой брат родной еще, и еще у нас двоюродный брат Илюшка был. И вот мы втроем, я помню, что нас повели туда, в православную, но там не храм был, он на первом этаже, в 16 этажке, в общем-то, как сказать, находилось православный, как храм, только внутри дома получается, на первом этаже. Вот. Раньше еще все это как бы запрещено было, еще храмов-то не отстроили после коммунистической власти. И там нас, я так понял, помочили. Помочили лбы, да, то есть крещение, погружение, вот как крещение, это троекратное погружение, если не ошибаюсь, 50-е апостольское правило, или 45-е, могут, кому интересно, провести. 50-е, по-моему, 50-е, да, то есть должно троекратно погрузить полностью в воду, а я помню, что нас не погружали, мы стояли просто на полу, никуда, ни в какую воду мы не входили. Ну, да. Это я точно помню, поэтому, когда я узнал еще, уже об этом, я стал искать вот этого православного священника, который именно с полным погружением в крестье. В городе пытался найти, нашел, и нашел в селе. Я перебилась. Вы вот этот ролик посмотрели, а что потом произошло? Вы начали еще ролики смотреть, или как? Конечно, я на этом канале сначала в основном смотрел Минатия Тихоновича, потом я от него опять же уже, я их там, я не знаю, сколько, может, сотни уже посмотрел, меня интересовали именно беседы с паптистами, с пятидесятниками, в общем, с протестантами, ему уже разные тоже там звонили, вот, у него много этих роликов есть, и с мормонами смотрел, с мормоном там звонил. Потом Кедафана Аверона и Кореи. Ну да, вот, да, кстати, вот в этом ролике я услышал первый раз, что есть вот эти вот не церковь, а вот, ну как вот, хотя он это, он мало там в том ролике мест писания по рукоположению, по-моему, два только назвал. Я потом уже и в других роликах пытался найти, и потом сам по симфонии искал, потом услышал, сам же Игнатий Тихонович сказал, что есть такой православный священник, Олег Стеняев, он более-менее из всех православных ссылается на Писание, ведет работу с протестантами, вот, диспуты проводил. Да, я решил в интернете посмотреть его ролики, посмотрел тоже, как он действительно там с разными беседовал, там, вот, и тоже оттуда и ссылки у него выписывал, выделился, и тоже. То есть, вот до этого ролика вы точно были уверены, что вы в церкви, все правильно, все хорошо. И Катрук к вам перевернул все, да? Да, я был убежденный в аптист, что я действительно думаю, что я в церкви, а не в ереси, а не с еретиками. То есть, даже понятия о еретиках у меня не было. Если меня спросить, вот, четко объясни, кто такие еретики, я не смог бы дать, это там вот языками молятся, там, еще, то есть, нет четкого объяснения. Вот, есть какие-то отдельные, вот, неправильные понимания слова Божьего. И как и баптисты некоторые учат, может быть, не все, но некоторые так говорят, что там тоже есть спасенные, ну, типа, харизматов, десятников, там, это не нам судить, там, Бог знает, но, понимаете, если Корея, Дафан и Аверон провалились под землю, то это уже о чем-то говорит. Живем, бата. Да, они, кстати, не были блудниками, или там, убийцами. Нет, они были, можно сказать, нравственные люди, скажем так, да, они Богу служили. Они, по-моему, из Левитова были, если я не ошибаюсь, но не из колена, не из темени Аарона, вот, а захотели быть священниками, Богу служить захотели, они за это погибли-то. Вот их самое главное беззаконие, это желание служить Богу на своих условиях, как они захотели. Никак не говорил. Их Бог вообще не ставил. И не говорил, что выходите, я вас помажу в священники. Он так не говорил. То есть они сами. Они могли, конечно, как Игнатий Тихонович в том ролике, исход 19.6, если я не ошибаюсь, там ссылался, они могли подумать, вот, если вы будете слушать гласы Господа, то будете мне царями и священниками. Ну, я дословно не помню этот стих. Будете, там стоит слово. Не уже, вот вы теперь священники, а будете. При каком условии? Если будете слушаться гласа Господа. А они послушались? Это разве Господь им сказал? Давайте выходите, вы сейчас будете у меня священниками. Нет, Господь им не говорил. То есть, они гласа Господа не слушались конкретно. А вот вы вот эти ролики начали смотреть, но вы все равно ходили туда в общину свою? Да, я ходил, но я уже понимал. То есть, я был в шоке сначала, неделю, наверное, пока, я сначала не поверил. Я думал, да как так, не может быть. Я что, 17 лет не шел туда, куда надо, что ли? Да вообще. Я спать не мог, действительно. Я вот еще считаю. Я присправляю. Я с женой жил, я лежу и не могу заснуть. Она поворачивается ночью, ты что не спишь? Я говорю, не могу заснуть. Вот. Я стал, этот ролик, я этот ролик несколько раз посмотрел, выписал оттуда все эти ссылки на то, что ссылался Геннадий Тихонович, сам проверил все по Библии. Ну и потом еще и в других роликах подтверждил. Думаю, да нет, может быть, этот дед ошибся просто-напросто. Не может такого быть. Ту Библию, которую вы читали, да, и вам ее по-другому совсем показали. Ну да, потому что ну да, сразу в заблуждение ввели, в каком смысле, что православные это не церковь, они там поклоняются иконам, иконы это идолы, ну исход 20-я голова. Ну а что ж, тем более, я же сразу-то не знаю Библию, не могу о этой заблуждении. И они этим пользуются, моим незнанием, скажем так. Лапшу на уши навешали, я и поверил. А дальше уже не охота ничего проверять, все, для меня православие это закрыто, потому что там уже они показали, что якобы они язычники. А в исходе, исход 25-я глава, Господь говорит, сделай двух херувимов золотых на крышку ковчега, да, или вышитые были на завесе как я, в святой святых там же завеса отделяло, там были вышиты тоже херувимы были. Так подождите, это святые изображения или это идолы и кумиры? Что, Бог забыл, Тогда святых-то не было еще, да, поэтому были херувимы. Поэтому были херувимы в Ветхом Завете, да. Так это из золота сделай. Так как так, подождите, это идолы или кумиры? Он же в исходе-то в 20-й главе сказал, не делай никакого изображения, а тут сделай. В 20-й говорит, сделай, да. Да, он забыл, что ли, какую заповедь дала он использовать? А мы же об этом дальше и не думаем, просто читаем и все, потому что нас уже ум закрытый стал, нас неправильно в заблуждении идут. критический, да, подход. Да, и, то есть, я читаю уже, я не вижу уже этого, я просто читаю дальше, но я не понимаю, о чем это речь. И вот сколько лет, получается, вы шли? То есть, вот сколько лет этот ролик вы посмотрели и ушли из той общины? Ну, я поначалу не ушел, я еще целый год, наверное, ходил, но я уже, уже не был внутри баптистов, я туда ходил только лишь для того, чтобы передать вот эти все стихи из Библии, может быть, роликами с кем-то поделиться, в общем, я понимал, что тут два варианта, я еще на первый вариант надеялся, что баптисты примут это рукоположение от апостолов, как там пытались старообрядцы с Белокреницкой, иерархии и Новозыпкинской, они там искали епископа, который их рукоположит, вот, и нашли одного, я думал, может быть, так произойдет, я надеялся все-таки, да, пытался поговорить с Яков Васильевичем Драчевым, с Мануйловым Владимиром Николаевичем, но я, у меня уже на тот момент было около 30 ссылок, может, даже больше, может, 35 стихов из Библии, по которым у меня конкретно уже были вопросы на этот счет, по рукоположению, насчет икон, что это не идолы, оказывается, да, но я, вот, Владимир Николаевич ко мне подсел, когда, да, я думаю, ну, наверное, Бог его посылает, я достал этот листочек, у меня они записаны все были, я только успел два стиха сказать, он мне на них не ответил, не дал ответа, сказал, ты понимаешь, что Христа надо знать, Христа, встал и ушел, встал, я говорю, так подождите, у меня еще целый список этих стихов, с вопросом. Получается, что они знают и скрывают это намеренно? Возможно, возможно. Как наши батюшки, а вы в церковь православную уже начали ходить? Я уже, вот, я, это где-то, наверное, в июле мне этот ролик попался, первый, с Игнатием Тихоновичем, да, а первый раз я пошел в православный уже храм, это где-то или сентябрь, или октябрь, вот, я первый раз пошел в православный храм, и получается, я, это же воскресенье, я на литургию сначала ходил, получается, в субботу я не ходил еще, я не знал, что, в субботу, всеношное бдение, я только по воскресеньям, да, и сразу же я уходил к баптистам после литургии, чтобы поделиться с ними этими же стихами из Библии, вот, этими видеороликами, а вы в церковь пошли, ну, из любопытства, или вот уже все, вы все это приняли, я уже понял, что церковь, это точно, да, да, потому что, я еще, мне попался ролик, я же говорю, мне постепенно все Бог открывал, не сразу все, а постепенно, да, вот, реформации 500, друзьям протестантам, я посмотрел, вот, Олега Стеняева, ну, вот, у меня даже этот список, со всеми роликами, я до сих пор их с собой ношу, нет, нет, кто-нибудь попадется, я делюсь с ним, я специально, сначала выписывал, ручкой, так, а бороду, когда начали растить? ну, я не помню, уже года два, наверное, может, полтора, я не помню, ролики начали смотреть, да, и так, ну, да, как попался, попались мне ролики, обороте, я узнал, а баптисты, как на вашу баптисты смотрели? А? Баптисты как смотрели на бороду? Ну, кто-то смеялся, кто-то, кто-то говорил, да зачем она тебе, да сброй ее, а некоторые говорили, о, да ты на священника похож, то есть разные были мнения, всем не угодишь, всех это слушать, но большинству, конечно, не нравилось, кто-то говорит, да ты ее себе подправь, только вот здесь оставь, ну, в общем, советов там, сколько людей... Вы чем оправдывали? Я говорю, написано, я же уже узнал это, а, уже написано, да, не строги края бороды твоей, не порти края бороды твоей, написано, вот, Иисуса, даже у них фильмы, которые, вот Иисуса, они там тоже, по Евангелию от Луки, да хоть вообще просто, у них даже брошюмки есть, открытки, там везде Иисус изображен с бородой, везде, на всех, апостолы, везде с бородами изображены, даже у них, у баптистов, на всех, хоть в мультиках, в детских даже, вот они же, все равно мультики там детские, тоже для детей создают, и у них тоже, все они с бородами, тогда вопрос, а, кстати, апеллата частенько изображают без бороды, бритым, да, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христ, значит, даже в этом, это, хотя это внешне все, это не говорит о сердце, о внутренности, да, но это тоже показывает свое отношение, Будь верен в малом, верен и в большом, да, да, кстати, да, будь верен в малом, над многим тебя поставлю, над многим тебя поставлю, да, вот, поэтому, вот, да, кстати, там один был тоже баптист, он тоже, кстати, он раньше меня с бородой стал ходить, вообще не трогает, да, ну, сейчас я не знаю, и он еще раньше, я тоже, и как бы, я еще помню, говорил ему, Жень, ну, Бог-то смотрит на сердце, а не на внешность, ну, он как бы вот так, ну, я не помню, сказал он, что не среди края бороды, по-моему, потом он сказал, мы как-то с ним потом еще, я уже сам стал не трогать ее, мы с ним на эту тему тоже говорили, он говорит, я пытался говорить, это тоже баптистам, они не хотят слушать, они молодежи пытались говорить, он сам молодой, он моложе меня лет на 10, может на 15, ну, вот, ну, на тот момент, я не знаю, может лет 23, или 25 было, и он прям перестал от этого, вообще бритвой ее перестал трогать, ну, вот, а поясок? один раз, по-моему, нет, он без пояса, а вы, а вы как к поиску? а пояс, я не ношу пояс, ну, не знаю, вот так вот, не пришли еще к поясу, не пришли еще к поясу, вот я в июле увидел этот ролик, в начале, с сентября или с октября стал ходить в православный храм и к баптистам одновременно, и вот я так ходил до следующего года, до июля, как я принял крещение, все, я еще, по-моему, один раз сходил после крещения, и больше я перестал туда ходить, потому что многие, я сначала это хотел, я понимал, что меня или, тут два варианта, или они захотят принять рукоположение, это апостол, да, ну, православных, это апостол Андрея, да, вот, ну, ну, хоть от католиков бы, но они даже это не хотят, я так понял, потому что я, я не первый, скорее всего, который пытался им это сказать, вот, значит, тогда второй вариант, а какой второй вариант, ну, значит, меня будут отлучать, скорее всего, вас отлучили, признают, признают за еретика, но я не был, я же уже перестал ходить, но, там, Денис, вот, он, тогда как раз попал на, к ним на, на воскресное, у них это называется, богослужение, и он, говорит, Серега, и он там остался на членское собрание, обычно там говорят, члены церкви останетесь, остальные могут, ну, могут идти свободные, да, и должны были остаться члены церкви, а Денис, он, ну, члены у баптистов, я имею в виду, а Денис, он не, он не принимал крещение у баптистов, но он там остался, и он, мне потом говорит, Серега, поздравляю тебя, там, это, короче, сказали, Игорь Николаевич при всех объявил, что вот Сергей сомневается, что мы церковь, прям он, по-моему, я не знаю, правда он в точности передал или нет, что он говорит, сомневается, что мы церковь, и поэтому мы его отлучаем, и вроде как он сказал, но опять же, я не знаю, правда это или не правда, меня же там не было, задавал, ну конкретно, что скажи, а он писание-то плохо знает, поэтому, я говорю, ну он говорил, что типа, еретика, после первого и второго, в разумлении, отвращайся, он говорит, ну да, сказал, сказал, что типа с тобой, а он сказал, он сам точно тоже дословно не помнит, но типа говорит, сказали, чтобы ограничить с тобой общение, потому что я говорю такие вещи, которые их обличают, и многие тогда получается, если это узнают, они, скажем так, кормушка у них прикроется, которая сейчас... У нас одна вот эта вот тема, это кормушка, у всех своя, ой, корыто это, не кормушка. В общем, это, я так понял, со мной, но хотя некоторые пытались, как-то по ВК со мной все равно отвечали на вопросы, но это единицы, там, в общем, всего, может быть, человек, не знаю, может, 10-15, которые ответили на вопросы, но пытались там, не то, что ответили правильно, пытались как-то по Библии хоть что-то там сослаться, как-то... Вот. А остальные, они просто ничего, или ничего не отвечали, или даже не открывали от меня сообщения, я им пишу, они даже не открывали. Ну, действительно, некоторые, я так понял, некоторые, действительно, исполнили то, что им сказал пастор в аптиске. Прекратили общение. А супруга тоже? Не ограничили, не ограничили, получается, а вообще прекратили со мной. Ну, да. То есть, А супруга, говорит, тоже повеление пастора исполнила, или как? Не знаю, не знаю, могу сказать. Ну, то есть, она именно тем, что вы в православие перешли и у вас из-за этого произошло. Я предполагаю, что это из-за этого, но в претензии, когда она меня выгоняла, она мне говорила, что ты меня не любишь и мне подарки не делаешь. То есть, не было того, что я православный, она так прям, прямо так, она не говорила. Но говорила тоже еще до этого, выскала, какое-то имеешь право судить, что мы еретики, там вот такое, в общем. Ну, это не я говорю, а Библия говорит. Причем тут я? Но это в нее не умещалось, она прямо с такой, с таким гневом, с такой яростью. Ну, молиться надо за нее. Как у нее имя? Ольга. Ольга. Господи, обрати Ольгу. А у вас получается, совместные дети у вас? Совместных нету, у нее двое детей от первого мужа, который умер. Может быть, у вас еще все впереди. Ну, не знаю, может быть. Мы семь лет с ней прожили, нам Бог не дал детей. А может быть, уже не надо для Господа, когда свободен, ты весь для Бога. Ну, вот когда я с 20 лет об этом хотел в брак вступить, я хотел, я еще помню, думал, вот, хотелось бы, как у Якова, чтобы 12 детей было хотя бы минимум, минимум. Мне Бог вообще ничего не дал. Ничего не дал. У меня не было такого даже, что, а как мы будем жить? А как я знал, что Господь позаботится? Такая уверенность. Не знаете, о чем просите, да? Ну, вот Бог не... А не получаете, что просите не на благо? Ну, не знаю. Ну, место писания такое. Есть такое место писания, да? Так, ну, вроде все понятно. Значит, вы стали ходить, крестились, стали ходить, и потом вышли в наш чат. Кто вас... вы с Вячеславом, да, вот, пообщались? Нет, я сначала позвонил этому, Игнатию Тихарю. Кстати, еще год назад я звонил ему, но я не знал, что там такое, так сказать, время-то разное получилось. Вы в Барнауле, кстати? Да, я в Барнауле. Ну, вот сейчас у вас сколько времени на данный момент? Ну, 0-0 скоро будет. Вот, а у нас 20, 20-54 на мае. Ну, да, у нас 20. 21 считай. То есть, я не знал, что позже, и получается, я прихожу, я работаю до 17-0-0, я прихожу, а у вас уже у Игнатия Тихоновича с 4-х утра в Москве до 4-х вечера, и получается, я не, среди недели не попадаю. Я приходил к Денису, я не знал, как это делать, как это звонить. Мы сначала на телефон пытались позвонить, а он трубку снимает, я, алло, алло, я ж не знал, что первый раз я звоню, откуда я знаю, что у него такие вот, как сказать, правила, что надо представиться сначала обязательно. Нет, ну, это понятно, это понятно. Но по телефону он и не любит разговаривать, потому что у него лимит 2 минуты, поэтому там уложиться в 2 минуты и смысла нет. Вот. Понял. И в общем мы так и не дозвонились, и я-то сам не умею, по скайпу я ничего не знаю, как это вот все делать. Это мне потом уже Денис это все сделал, скайп этот сделал, научил, как это пользоваться, я вообще ничего не умею. Я вот умел просто в ютубе ролики набираешь и смотришь, остальное я ничего не умею. Ну, вот и получились. я ему звонил. Вот. И потом только я Вячеславу позвонил, наверное, через полгода, я уж не помню, может через 3 месяца. Понятно. И Вячеславу вас в чат добавил уже, да? Нет, я, по-моему, Игнатий Теханович скинул, или я под роликом, что ли, под каким-то нашел в комментариях, что если хотите к занятиям подключиться, наберите Сергея Пупкова. По-моему, я через Сергея Пупкова сейчас. Вот так вот. Ну, слава Христу, что вы с нами. Надеемся, что вы будете так же постоянно, как и в Баптистской общине. Но у нас вот все равно дружное какое-то сообщество. Вот люди, ну, вот новые приходят, они уходят, а вот те, кто были, то они все-таки держатся. Как вот этот вот стих Кровь, Кровь Иисуса. Если вы ходите во свете, как Он во свете, то имеете общение друг с другом. И кровь Иисуса очищает вас от всякого греха. То есть имеете общение и кровь очищает. Вот. Если ходите во свете. Никак иначе. Это очень важно общаться с верующим, поддерживать друг друга. А как у вас с благовестием? Вы там в Аптистской общине на благовестие ходили? Я поначалу вот как только вот уверовал, да, я, наверное, у них эти такими коробками привозили новые заветы. Я брал в основном маленького формата. Целую коробку тогда, помню, взял и все ее постепенно раздал. Я не помню там сколько там штук было. Вот. Но я заметил, что когда вот раздают, я заметил, что знаете, лишь бы всучить. И было такое, что даже некоторые говорили, а у меня дома уже пять штук есть. Ну, возьми, будет шестое. Но это неправильно, так Христос желает. А по домам не ходили? Нет, по домам не ходили, мы на улице ходили, в больницу заходили, медгородок у нас там есть, там в палатах разносили, раздавали. Ну, это вот поначалу, да, а потом я просто уже сам лично, ну, просто на улицах, да хоть где, вот, разносил, но я вот знаете, что вот понял, там прям вот тысячами раздается каждый год, да, тысячами, а приходят единицы, даже вот к пакистам приходят, да, кстати, я вот еще помню, перед тем, как мне ролик попался, Игнатий Тихонович, да, я сидел в воскресенье в аптистах, да, на лавочке сижу, прямо во время богослужения у них, у них богослужения, это называется, не литургия, сижу и просто внутри так вот размышлять стал, а рядом у нас там прям за стеклом сзади там рынок, там народу кучи ходят, толпами прям, меняются новые покупатели, вот приходят рынок, прям большой рынок по воскресеньям и по субботам, я думаю, сижу, почему за Христом ходили столько народу, да, послушать Слово Божие, а сюда к баптистам, к Дому молитвы, так редко-редко кто-то заходит, заходит, очень редко, хотя рядом целые толпы народу ходят, я вот такой как бы вопрос, я по-моему, даже я не помолился, я просто внутри так вот задал, но видимо, Господь это видел моё желание, и вот он мне вот в скорости вот этот ролик попадается на Ютубе в рекомендованных, мне просто вылез, я его, кстати, смотреть не хотел, вот у меня раз вылез, я его не хочу, ну, дальше, другие, смотрю, раз, второй раз вылез, один и тот же ролик, я смотрю, да, я смотрю, дед какой-то с бородой, думаю, да, это какие-то православные, наверное, а потом смотрю, а снизу-то подпись канал «Во свете Библии», думаю, а название-то какое хорошее, там чудесное, обычно православные так, да, обычно, да, а Библии вообще православные, редко кто-то говорят, да, что тот канал «Во свете Библии», думаю, дай-ка я посмотрю, что это такое, и вот так вот и началось. Ну что, будем завершать уже чуть больше часа примерно наши беседы такой регламент имеют. Спаси Христос вас за откровенное признание, беседу, вот, ну и благослови вас Господь. А сейчас вы, кстати, на благовестие не ходите? Ну, я в основном, вот сейчас вот тетя моя, вот эта баптистка, которая осталась, баптистка, да, я ей поначалу, она мне задала вопрос еще год назад, а я не ответил, я сказал, потом отвечу, она мне задала вопрос, а разве, ну, не помню, как дословно, но типа, а разве правильная церковь или православная что ли церковь учит таким отношениям в семье? Ну, то есть, видимо, Ольга там ложь эту распространила среди баптистов, что я бросил семью, ушел из семьи, там, о семье не забочусь, то есть, вот, наглая ложь, я хочу с ней жить, я ее не бросал, она меня выгнала, распространила, что как будто я сам ее бросил, сам плюнул и ушел из семьи, я наоборот хочу с ней жить, даже сейчас, но это бесполезно, она мне пишет, не пиши мне, забудь о меня, так же, ну, все так же пишет, найдешь там православный как говорится, благодарите за все, и за это будем благодарить, я молюсь о ней, чтобы Господь ей не вменил этого греха, ну, об умягчении, об умягчении сердца, о примирении, тоже, может быть, даже пусть она и баптистка остается, ну, чтобы смягчил, я вот тоже молилась тут как-то прям сильно, и вот тут же звонок, и все, все меняется, когда вот такая горячая молитва, господь прям тут же посылает, это прям чудо, ну, не знаю, у вас же там Игорь Жеглушков, я же говорил, что у него примерно такая же ситуация, у него жена ушла, с него, да, семь детей, это, ну, и причем это уже давно же произошло, это не вчера произошло, не давно, не, ну, все мы разные, и веруем мы по-разному, и ревность у нас разная, поэтому тут, как говорится, кто чего, нет, тут и времена, и сроки есть у Бога, и плюс еще к тому, что Господь никого не заставляет, но за этот выбор, который человек сделал, да, он будет отвечать перед Богом, это тоже Господь не отменялся, поэтому мне, я не жажду ее, чтобы Господь наказал там за это, я так не молюсь, я молюсь, чтобы Он не вменил ей греха сего, как Христос молился на кресте, не вмени им греха сего, вот и я так же о ней молюсь, не вмени ей греха сего, помилуй ее, чтобы она пришла к одной вере, один Господь, одна вера, одно крещение, который вот с первого века идет, они с той, в которой она сейчас находится, которую придумали в 17 веке Джон Смит, сам на себя возложил, я епископ, сам себя крестил, Библия так не учит. тяжело выйти, тяжело выйти из этих сект, очень тяжело, и вот общаешься с этими людьми, они как зазомбированы, я немножко тут столкнулась, и я поняла, что это страшно даже, ну и у нас и православных-то тоже хватает всяких там, как они кидаются там на тебя, дай бог, что не так сказал, ааа, ты там не почитаешь Богородицу, если ты там икону, праздник иконы не отвечаешь, не почитаешь Богородицу, все. Но их надо только по Писанию, и то, если они вас слушать будут, их можно кротко по Писанию только обличители, наставить, наставить, они Библию не отвергают, но если, опять же, если они вас будут слушать. Да, авторитета Писания-то нету православных, поэтому. У них авторитет батюшки, что там, мощи. У меня сейчас телефон отключится. Соблачу Бога. Развиниться. С Богом. Благослови Господь. И 같아요. До новых встреч. Субтитровي Господь. Субтитрови Господь.